Самая дикая вещь, которую я последние 21 годик делал. Познакомился с девушкой по сети и в Молдову. Что вы думаете о нашей поездке в Молдову? Я думал, что все будет предельно великолепно. Но это не точно. Вообще, чем отличается Молдови от Молдови? Пишите в комментариях. Да что ты, черт побери, такое несешь. Теперь мы ищем рейс. Хочу вам сказать, что очень холодно на улице. Поэтому мы решили уехать в Кишиню. Прилетели мы в Молдову. Будем сейчас искать, как добраться. Деревня, деревня. Сейчас покурим и пойдем. Вот так, да? Вот так вот. Да. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Умеете. Могете. Короче, первый день в Молдовии. Прошел довольно-таки хуел. Встретили мы вчера мужичков каких-то. Побукались с ними. Потом мы хотели покурить с ними. Что-то пришли в номер. Я Андрюха, который снимает. Понял, что дело пахнет керосином и прогнал всех нахуй. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Я тут к своей бабе, блядь. Я остался здесь. Исполни неплохо. А что ты скажешь? Меня сошь. Барабан интерфункт. Да, вот Андрей жалуется, что я храпую. Вообще, я только жалуется, что я храпую. Пусть отсосу. Хуй себе! О, такой! Вашему вниманию представляется... Гуся пизрильный. Помню, когда я-то был, блядь, на дачу своей бывшей. Мы ходили, типа, там, что-то подобие города. Ну, под Коломанной, от 100 километров от Москвы. Там такая же хуйня была. Четырехэтажки, блядь, разбавленные высотками. И вот всякая вот такая хуйня, блядь. Поддержка Министерства культуры. Вам интересно. Есть в Тишиневе маршрутчики, которые пидоры, блядь. Которые, нет хуйня, не останавливают на той остановке, которая нужна. И не за тебя дальше. И чтобы ты потом паниковал. Короче, увезли меня какую-то хуйню, блядь. Андрей до меня добежал. Ты, блядь, можешь сказать, что я как бы вышел раньше? Увидел, что Паша не вышел. Паша, блядь, не вышел. Я там начал рамсить с этим. Я вышел из маршрутки, он дальше поедет. И там начали бабушки такие. О, что ты сейчас уедешь? Пойдешь по прямой и встретишь своего друга. Я говорю, вы бы в Москве так же вышли бы через остановку. Я бы на вас посмотрел бы, как бы в чужом городе. И я такой по-новому, блядь. Где мы встретимся? И кто-то уедет хоть как-нибудь куда. Я вообще хотел выходом выбрать. Что она пенится? Скажи ему, чтобы она не пенилась. У меня крошка попала. Он принадлежит для моей детства на вертаньке. Это лезь для ничего, брат. В каком месте? Блядь, опять оно чуть не упало, сука. Оно какое-то, блядь, суицидное пиво. Ты насмотрит синего кита, блядь. Если бы мне год назад сказали, что я буду бухать и курить, я бы не поверил. Короче, у нас новый участник. Я не знаю, кто она. Она, по-моему, с ним. Мы посмотрели Логан. Эй, оплатить кто будет? Ты чего? Ну, в целом, мое сугубо личное мнение довольно-таки неплохо. Охренеть. Какой-нибудь годненький такой экшен. Не знаю, там какой рейтинг на самом деле, но мне кажется, с детишками можно прийти. Ну, а вы что думаете, давайте. Мне понравилось. Знаете, как будто я учительница вам задала какой-то научный фильм посмотреть, и вы пришли ко мне на следующий урок. Да, да, да. Смотрели, да. Понравилось? Понравилось. Вот это, вот это шаурма. Настоящая шаурма. Вот этот браток указал себе острую шаурму. Хочет проверить свой кишечник на прочих. Если у него появится дырка в животе, я, к сожалению, ничего не смогу сделать, потому что у меня нет хирургических инструментов. Я жду, когда наступит тот момент, когда пойдут слезы, да? Не хочется плакать. Как ниггерша, которая съела ложку корицы. А я видно вообще? Да. Видно тебя, шаурму, кристиную шаурму, куку-кону и маленькую девочку. Я думаю, если бы ты умел делать минет, то ты бы делал вот галантин. Я снимаю. А, ладно. Да, блин. Да, блин. У тебя корень волоса, блин, длиннее, чем сам волос. То чувство, когда Паша вообще будет больше волос, чем Кристина. Просто сидим на лавочке, выкипываем друг другу. Жарим друг друга. Мужики, вжарим друг друга. Всем в кучу. Мужики, вперед, жарим друг друга. Паша, давай лайфхак. Ремень. Павел, расскажи, пожалуйста, что у нас вообще, блядь, произошло за последние дни. Куня какая-то идет, блядь, бабы нету, блядь. Да хули ты все стесняешься, подойди и познакомься. Я склонный, блядь. Приветик. Ремень. Давайте расскажите, что вы сегодня делали в самое утро. Я что делаю? Как мы встретились? Как я встретился? Я захожу в кекс, а он там сидит. Мы начали ходить. Ходить, 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 ходить. Просто неделя хождения в Молдавии. Смотри, Лёша Рыгина, третий четвертой части. Колясик выкинулся в передачу. Мне реально кажется, что мы находимся в каком-то просто безумии. Мир сошел с ума. Вот я хочу остановить планету и сойти. Две или три меняемых личности на передаче. Нас обещали убить. Да, чем-то нас обещали убить. Возможно, коленчик сделает нам меня. Да ладно! Ну все, заканчиваем. Квали. Климу в эту, блядь. Ухосранск, блядь. Когда звоним Москва, довольно-таки, на самом деле, тепло. Это удивительно. Как твои ощущения после поездки в Кишиневку, расскажи мне? Бля, ну я умираю. У меня горжет именно то отвратительное чувство, что я хочу помыться, у меня все болит. Мы находились. Мы худели килограмм на 10 и уже выглядим, как эти африканские дети с животиками. Про Молдовию могу сказать одно. Свежий воздух, красивые девушки и дешевое вино. В комментариях пишите вопросы по поводу Молдавии, мы вас можем проконсультировать. Тебе нравится пески? Песики. Да. Песики. Песики. Нравится песики? А, собаки. Да. Песики мне нравятся.